Привет! Как смотреть и говорить, чтоб тебя все любили? Чтоб ты был обаятельный, такой светящийся, ну, за которым хотели пойти, слушать внимательно. Да, ну, естественно, ты должен смотреть на всех, как я говорил, как мать Берегиня. Как мать Берегиня. Потому что, когда ты смотришь на всех, как на детей, с любовью, естественно, к тебе люди проникаются, проникаются. И независимо от того, какой ты мужчина, какой ты мужчина, какие у тебя руки, независимо от этого. То ли женщина это говорит, то ли мужчина это говорит, не имеет никакого значения. Главное там появляется Берегиня. Это вообще-то присуще женщине, матери, любящей всех вас, как детей. А я в данном случае мужик. Ну, что делать? Ну, у меня доброе сердце. То есть вот оно в чем дело. Смотреть на людей с любовью, как на детей. Все им прощать, но до поры, до времени. Я вот сейчас вам скажу интересную вещь. Как выйти из тупика? Как выйти из жизненного тупика, если вы находитесь в состоянии какого-то смятения, не знаете, как делать, что делать, что сказать, как смотреть, как говорить, как жить, как вообще экзамен сдать или там как навстречу что-то, как выступить. Не важно, о чем речь идет. Важно, что у вас может быть такое избыточное перенапряжение, что вы в тупике. Вы в тупике и не знаете, как выйти. Из этого тупика и увидеть мир свежими глазами. С ясным умом, с творческим подходом, чтобы найти наиболее простое решение, которое основано на высших общечеловеческих ценностях. И тогда все получается. Это и есть говорить и смотреть с любовью. Но теперь главное. Значит, если вы очень эмоциональны, то как только вы испытываете какую-то эмоцию, внимание ваше моментально осуживается, а там, где внимание, там сознание, мир становится осуженным до вашей проблемы, задачи. Может быть, это паника какая. Вы теряете целостность с картины мира, и вы не знаете, что делать. И там время. Время. Ой, ой, ой. И там вы не имеете точки опоры. Вам кажется, мир рушится. Вы в тупике. Как выйти из тупика? Эмоции. Значит, надо научиться регулировать эмоциями. И для этого у нас есть разгрузка. Мы вот сейчас будем делать ликбез бесплатный очередной. Там мы в комменте напишем дату и час. И все туда выходите. И самое важное. Распространяйте это для всех знакомых. Пусть все выходят и задают нам в зуме вопросы, которые волнуют вас. Потому что там, как защититься от стресса, как выйти из тупика, как снять головную боль, как снять страх, как избавиться от паника, как лучше рисовать, как лучше выступать, как лучше петь. Ну, короче говоря, как лучше спать, чтобы быстрее восстанавливаться. Там много вопросов можно задавать. А сейчас скажу третье. Послушайте. Я специально записал себе это. чтобы, как школьник, не забыть. Вот у меня шпаргалка. Ключ к выходу из тупика. Максимальное раскрепощение. Максимальное раскрепощение. Это нулевое состояние. Оно бывает между сном и бодрствованием. Это свобода от страха и шаблонов. Я сейчас вам скажу дальше очень интересную вещь. Я думаю, что это прямо так будет проникновенно. Что вы задумаетесь? На самом деле, состояние между сном и бодрствованием, а прежде я сказал, состояние раскрепощения. Но раскрепощаться мы можем по ключу, там хлёст делать, лыжник делать, шалтай-болтай, добавлять массаж точек, например, вот так разминать, там где тянет, там немножко снимать мышечные спазмы, делать мягкую волну, такую, или ключевое дыхание минутное. Ну, много чего там у нас есть приёмов. И самое главное, принцип подбора путём перебора, я неустанно повторяю это, что ключ – это не шаблон, а принципы подбора индивидуальных приёмов, с помощью которых вы подбираете приёмы и находите не только то простое действие, которое иногда вы делаете инстинктивное, которое вам помогает снимать напряжение, вы выходите из состояния стресса, в состояние восстановления и в состояние творчества, вдохновения. Видите, я всё время повторяю одно и то же, чтобы дошло, дошло, дошло до новичка, который, например, не участник школы нашей, человек будущего, хомофутуруса, просто случайный прохожий, зашёл к нам на ролик и вдруг не сказал, да это какая-то ерунда, что-то там несут билиберду, там туда-сюда, потому что он не вник, не понял, не осмыслил, а эмоционально среагировал, как я сказал вначале, а эмоции сужают восприятие, а вот бы он остановился, успокоился, задумался, посмотрел на всех, как на детей, как мать Берегини, и совсем по-другому бы написал, он задал бы вопрос, какой-то вопрос, и мы бы ему ответили, и он бы получил новое знание. Так вот, чтобы сам человек мог, любой, и вы в том числе, выходить из тупика, вы делаете раскрепощающие действия, или вы находите состояние нулевое, между сном и бодрствованием. И вот теперь я скажу главное, в этом состоянии человек чувствует себя защищённым. В этом состоянии он соприкасается с вечностью. Там нет страха и шаблонов. И поэтому, внимательно, пожалуйста, Садвадор Дали, его Капуцин научил ключ держать в руках и задрёмывать, задрёмывать в кресле. И он задрёмывал в кресле, а ключ, если он засыпал, падал, извиняло медной тазик, и он опять просыпался, таким образом он искал состояние между сном и бодрствованием. Но мы скажем, нулевое состояние. Он искал это состояние, и там нет же шаблонов, там нет страха. А поскольку он всё время был озабучен писать картины, и писал их без шаблонов, стереотипов, поэтому Садвадор Дали. И он пользовался этим. Он выходил из тупика, он выходил, раскрепощался, и выходил до максимального раскрепощения за счёт разгрузочного действия. Он делал эту волну, и вот этот ключ, если он задрёмывал, он падал, извиняло, то есть он всё время дрейфовал между сном и бодрствованием в поиске состояния. Мы бы сказали сейчас нуля. А кто-то там из психологов давно уже говорит в мире, что это дефолт работы мозга, и кто-то говорит, что это нирвана уже тысячи лет говорит, и кто-то говорит, что это медитативное состояние, и кто-то говорит, что это состояние дзен, и кто-то говорит, что это альфа состояние или дельта состояние. Ну, короче говоря, дело не в этом. А дело в том, что задержанное во времени – это состояние свободного сознания, нулевое состояние, которое, кстати говоря, я вам напомню, кто этого не знает, до Великой войны всю Европу обучал один человек, великий аптекарь, которого звали Эмель Куе. Он обучал их всех своими лекциями, это был потрясающий человек, который придумал вот это вот самовнушение, когда человек, задрёмывая между сном и бодрствованием, или проснувшись, когда он ещё не до конца проснулся, внушал себе, внушал себе, что он будет чувствовать себя хорошо. И многие люди во всей Европе там избавлялись от артериальных прыжков давления, там они там ещё от астмы бронхиальной и от психосоматических заболеваний, он очень многих людей таким образом вылечил. Так вот, смотрите, Эмель Куе, который говорил о здоровье, и Сальвадор Дали, который рисовал картины, оба пользовались одним и тем же состоянием. И вот, о чём я вам хочу сказать, оба пользуются одним состоянием. И вот недавно ко мне приходит там на скайпе человек и говорит, я делаю ваши раскрепощающие приёмы. Например, я делаю хлёст, потом я делаю лыжника, да, потом я делаю шалтай-болтай, потом я делаю вот эти движения типа плыву, потом я делаю типа на коне. А я ему говорю, слушай, а ты возьми сейчас, сделай двухуровневую сифрогимнастику. А как это двухуровневая? Ну, соедини хлёст и поскочи на коне. И он стал трястись, стал трястись, как будто он скачет на коне и делает хлёст одновременно. И говорит, ой, ой, так мне попал, я такой защищённый стал. Сейчас, сейчас, секунду, сейчас, секунду, через минутку, Шелик, я сейчас видео записываю, а потом мы с тобой на ликбезе, я тебе хочу попросить. Там в комментах просили, чтобы мы с тобой на ликбезе тоже выступили. И ещё Алена там позвали, чтобы нашего, великого нашего психолога туда, да, да. Ну, хорошо, с Аленой вебинар тогда. Да, 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 хорошо, хорошо, мы это сделаем. Ладно, да, давай, да, хорошо, целую, маленький, целую. Ну, Шейла звонила, вот, и сказал, что на ликбезе, на нашем бесплатном, чтобы она тоже вышла. Да, а потом мы ещё Алена позовём, а потом наших участников Школы Человек Будущего, всех желающих. Там у нас же много-много, я вам всем благодарен, потому что наш метод, там, о регуляции ключ, развивается из года в год именно благодаря нашей школе. Если бы не школа, как бы мы одни могли это сделать, да. Или я там один, как это мог бы сделать. Ну, хорошо, хорошо. Ну, и так, я вам сказал, раскрепощающие приёмы, это один уровень, ну, второй уровень, более глубокий, это выход на состояние нуля между сном и бодрствованием. Да, в следующий раз я вам ещё больше расскажу. И вот я, например, Эмиль Куе, Сальвадор Дали, я могу вам привести миллион примеров, как Наполеон засыпал там на 15 минут, даже на поле боя засыпал, потом вставал и по-другому давал команды, и бой выигрывали. Там много это всё связано с этой работой мозга, потом всё расскажу, да, потом всё расскажу, вот теперь слушайте меня внимательно, под коммент, я сделаю прикреплённый коммент, когда будет ликбез, все выходите на ликбез, это будет помощь психологическая, это будет поддержка для всех, для взрослых, для школьников, для студентов, для всех. Для бабушек, для дедушек, для спортсменов и художников, для писателей, ну, для всех, чтобы мы могли выходить из тупика, могли эмоциональную реакцию, первую эмоциональную реакцию уметь регулировать, потому что вот у многих людей страх возникает, потому что эмоция включилась какая-то, и тут же порция гормонов брызнула, если щитовидкой что-то или шея зажата, да, порция гормонов и всё, спазм сосудов, и ощущение, что всё на тебе валится, и вот это мы будем там помогать и таким людям, да. Такие же вопросы задавайте любые, как лучше рисовать, как лучше петь, как лучше танцевать, любые вопросы, видите, как я вас на вас смотрю, с любовью, да, и вы так. Потому что люди, дети, Эриксон говорил, кажется, так, что я слышал, что есть где-то взрослые люди, но никогда не встречал. До встречи.